Допустим, в чакете можно закрывать все эти изделия. Я вижу, что дети, которые все металли. Это же лежат зель и укрочат. Выставка предметов корейского народного творчества. Главные экспонаты – шкатулки из полудрагоценных камней. Все они из природных материалов, сделаны вручную. Аксессуары, сувениры и даже воздушные змеи. Знакомство с городом Тханьон самарцы начинают с его промыслов. Корейская сумка ручной работы, стеганая. Этой технологии более 400 лет. Вот эта отлично подходит к моему сегодняшнему наряду. Но, к сожалению, забрать ее с собой я не могу. Да и купить тоже. Все это выставочные экспонаты. Но, возможно, в перспективе в Самаре появятся магазины с корейскими товарами. Стилизованное шествие, яркие представления, культурная жизнь Тханьона в фотографиях. На выставке – снимки тех мест, в которых обязательно стоит побывать туристом. Одной из ярких достопримечательностей города является канатная дорога. Которая уникальная по своей сути. Она поднимается на высоту более 450 метров. В городе Тханьон есть уникальный национальный парк, который пользуется большой популярностью у туристов. Город портовый. Город добывает многие-многие тонны морепродуктов, которые потом импортируются по всему миру. Если вы посмотрите фотографии, то увидите, что Тханьон – очень красивый город. Он располагается на юге, поэтому там очень тепло. Гости могут отдыхать на пляже, заниматься водными видами спорта. Я думаю, вам у нас понравится. Увидеть диковинные шкатулки, сумки и украшения, а также фотографии достопримечательностей Тханьона можно до 4 марта. А в пятницу и субботу всех самарцев приглашают на концерт камерной музыки. В 6 часов вечера в Доме культуры «Заря» выступит корейский ансамбль «Звуки Тханьона» и творческие коллективы «Самары». Алина Чемерес, Станислав Левин. События.